Говоря о других сборных, вопросов, конечно, поменьше, чем о нашей, но тем не менее, опять же, собирательно, собираю несколько вопросов в один. Среди фаворитов кто-то может, на ваш взгляд, разочаровать, может быть, вылететь раньше времени, удивить в плохом смысле слова. И наоборот, может быть, среди средников кто-то появится, кто выстрелит и всех удивит. На крупных турнирах такое бывает. Вот интересно, на кого бы вы поставили? И в том, и в другом случае. Здесь ситуация интересная. Сейчас все главным фаворитом считают французов. И не только потому, что они играют дома, но и потому, что у них действительно очень перспективная команда с очень сильным подбором игроков. Причем очень много талантливой молодежи, которая себя уже проявила очень хорошо в ведущих клубах Европы. Но! Но! Здесь у них неожиданно возникли проблемы, и проблемы очень серьезные с линией обороны. И вот это может сказаться, может сказаться. А на них еще будет давление оказываться большое, потому что дома играют, и французы дома добивались выдающихся результатов. И чемпионами мира становились и чемпионами Европы. Сначала чемпионами Европы у себя дома, а потом чемпионами мира. И поэтому послужной список у них домашних выступлений очень такой высокий. И сейчас, естественно, тоже будет ставиться задача. Об этом и Дешам сказал, что кроме как выигрыша, другой задачи нет. Но потеря большой группы, они Сахо потеряли, они Варана потеряли, они Матье потеряли, причем Варан играет в Реале, Матье в Барселоне. Они Диара потеряли. Это очень большие потери. И еще у них там травмы у игроков обороны были, которые в конечном итоге в список не попали. А надежность игры в обороне, вот как раз когда они выступали и выигрывали и чемпионат мира, и чемпионат Европы, то у них была стабильная оборона, которая очень много на себе выносила. И существует такое мнение, оно высказывалось неоднократно, что нападающие выигрывают отдельные матчи, а турниры выигрывает оборона. То есть оборона должна быть надежной. А вот здесь у французов неожиданно появились проблемы, и проблемы серьезные. И вот это напрягает, и Дешама напрягает, и посмотрим, как это скажется. Потому что на сегодняшний день, вот сейчас посмотрим, как они с урминами будут играть, линия обороны у них не считается сильнейшей линией. Поэтому здесь все может произойти, но я не думаю, что это произойдет в группе, потому что группа у них одна из слабейших, она проходимая. У них могут возникнуть проблемы на стадии плей-офф. И с другой стороны, итальянцы, у которых, сейчас знаешь как, команда такая, без ярких каких-то звезд таких, знаешь, но команда очень монолитная, вот, очень такая, работоспособная, сплоченная. А с учетом того, что итальянцы, как правило, умеют закрываться и в обороне надежно играть, она может вот здесь на этом фоне выселить, как и те же португальцы. Бельгийцев многие высоко очень ставят, потому что там очень много, ну, такое талантливое поколение игроков. Интересно, интересно, на них смотреть уже не первого года. Да, но тем не менее, знаешь как, вот, в ямные фавориты их никто не записывает. Хотя вот они тоже могут достаточно успешно выглядеть, но я их тоже фавориты не заношу, но у них состав действительно сильный, вот, и во всяком случае и французы, и бельгийцы, вот, и немцы, и испанцы, и Англия, вот. Ну, Португалия, может быть, в меньшей степени, вот, это те сборные, которые фаворитами, как мне кажется, они будут и входить в число фаворитов на чемпионате мира у нас в России, потому что у них потенциал очень высокий. Вот. Ну, а если брать, вот, середники, о которых мы говорили, и в ту группу, куда мы здесь входим, то шведы неплохое впечатление произвели, вот, как раз в игре с Уэльсом, и самое главное, что Ибрагимович, вот, видно, что в неплохой форме находится, потому что, как правило, в конце сезона, когда он приезжал в сборную, не в лучшем состоянии, это сказывалось на игру сборной, но и там, помимо Ибрагимовича, есть игроки, которые могут взять игру сейчас на себя, вот, и ярко себя проявлять, а Ибрагимович ими может дирижировать и направлять, у него сейчас такой же, знаешь, больше не чистого форварда играет, а уже как плеймейкера, вот. Посмотрим, как Украина выступит, у Украины тоже неплохой состав, у поляков состав тоже неплохой, но эти все команды, на мой взгляд, дальше максимум, максимум, как и для нашей команды тоже, вот, я думаю, максимум это 1-8 финала, значит, от финала, если кто-то из них дойдет, вот, из этой, из средней группы, то это будет очень хороший результат.